Влиятельный английский Откуда пошло выражение «попрощаться по-английски» и как это реально нужно делать? Есть выражение «уйти» по-английски. Авторами его стали французы, которые недолюбливали англичан. Надо сказать, что англичане отвечали им взаимностью. Это исторически. И выражение пошло сначала у англичан. Они заметили, что французы ходят не попрощавшись. Но опять же, это всё обобщение, это всё стереотипы. И назвали это «уйти по-французски». За все годы жизни в Америке, 25 лет, должна сказать, что я ни разу не слышала, чтобы кто-то этим выражением продолжал пользоваться. Люди, воспитанные, интеллигентные, сознательно относящиеся к коммуникации с другими людьми, избегают стереотипов. Хотя, всякое бывает. Но мне повезло, я это выражение ни от кого практически не слышала. Исторически сложилось так. Сначала англичане были недовольны французами, которые, по их мнению, уходили по-французски. И они придумали это выражение «уйти по-французски». Это значит, не попрощавшись. В ответ на что французы ответили взаимностью и назвали это «уйти по-английски». С тех пор многое изменилось, хотя в языке по-прежнему остались ещё некоторые стереотипы. Типа «to go Dutch» – «пойти куда-то на голландских началах». По-русски мы говорили «на немецких началах». То есть, каждый платит сам за себя. Какие ещё есть фразы, стереотипы о нациях? Когда-то, с давних исторических времён, пошло выражение «drunk as a Dutchman» – «пьяный, как голландец». Тоже так уже не говорят. И вообще хочу вас призвать всегда помнить, что надо стараться говорить так, чтобы никого не обидеть. И любой стереотип – это ненужная вещь. Точно так же, как вам бы не хотелось, чтобы, слышав, что вы русские, спрашивали, сколько вы выпиваете каждый день. Никому это не нравится, и это не способствует налаживанию взаимоотношений. Я очень надеюсь, что вы начнёте на это обращать внимание и постараетесь избегать стереотипов и в языке, и в жизни. Относяться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам. Мы приобретём друзей, союзников, партнёров, и жизнь наша станет лучше. Вот видите, какая связь между языком и нашим влиянием на людей. Спасибо за интересный вопрос, Анастасия. Какие вопросы есть у вас? Если этот ответ был вам полезен, понравился, дайте мне знать, поставив лайк. И задайте ваш следующий вопрос. Чем ещё я вам могу помочь в познании американской культуры, жизни в Америке, изучении английского языка? А тех из вас, кто хочет освоить живой, разговорный и письменный английский для реальной жизни, для вашего успеха в карьере, в путешествиях, в личных отношениях, я приглашаю вас в Power English Class, в нашу виртуальную школу. И до следующей встречи. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!